К творчеству Александра Сергеевича Пушкина в современном культурном пространстве России и зарубежья. В Кочегу имени Умара Алиева прошла региональная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 225-летию со дня рождения великого поэта Алла Кочиева подробнее. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем важный и значимый для нашего университета, не только для нашего университета, но и для 140 миллионов россиян, для 280 миллионов людей, которые обучались в Советском Союзе, и многих миллионов, которые живут в дальнем зарубежье и знают русскую культуру, Советский Союз и Российскую Федерацию. Мы сегодня отмечаем юбилей большого друга нашего Карачаево-Черкесского государственного университета. Его имя звучит уже 85 лет в стадии основания нашего университета, в стадии основания первого факультета, факультета филологии в стенах нашего Карачаево-Черкесского государственного университета. Пушкин, который нам с малых лет принес звуки русского, великого русского языка, государственного языка, языка межнационального общения народов Российской Федерации, но еще и это путь к постижению языка, путь к постижению кода мировой цивилизации, культуры, к которому мы приобщены через русский язык, через язык Пушкина. Многие произведения Александра Сергеевича Пушкина занимают почетное место в Золотом фонде мировой культуры, переводятся на множество языков и изучаются в учебных заведениях по всему миру. Театр, кинематограф, живопись, культура и другие формы искусства не перестают находить вдохновение и творить на основе его произведений. Карачаево-Черкесский госуниверситет имени Умара Лиева ежегодно проводит Пушкинский фестиваль. Сегодняшнее наше мероприятие – это уже завершение фестиваля, это литературно-музыкальный праздник, где были подведены все итоги, исполнялись стихи и романсы Александра Сергеевича Пушкина, проводилась викторина. И вот я думаю, что был специально подготовлен столик, это в гостях у Пушкина, это пьем чай. Вот очень так мы постарались подобрать все, что любил к чаю Пушкин, но я думаю, что праздник удался. И на заключительном мероприятии наградили авторов лучших докладов. В этом году фестиваль посвящен 225-летию великого поэта и проходил несколько этапов. Это пушкинский диктант, региональная научно-практическая конференция и конкурс чтецов. Школьники, студенты и жители Карачаевска с удовольствием представили произведения русского классика. Я память не к себе воздвиг, не рухотворный. К нему не возрастет народная тропа. Вознесся выше он новое неподобное, Александрийского столба. Князь, усиняя моря, моря, семья моря, классный слой. Князь, поверьте, пуча, пусты, лебедь белая путем. Князь, when the Rajas, what a chill nice, what a shrubit? И делает она его. Свойства зеркальце имела, говорить оно умело. С ним одним она была, добродушна, весела. С ним приветливо шутила и красуясь говорила. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я на свете всех милее, всех румяне и белее. Ей зеркальце в ответ. Ты прекрасна, спору нет. Ты царица всех милее, всех румяне и белее. Студенческая научно-практическая конференция творчества Александра Сергеевича Пушкина в современном культурном пространстве России и зарубежья прошла при поддержке Рескома КПРФ по республике. На пленарном заседании были заслушаны интересные доклады. В рамках секции номер один творчества Александра Сергеевича в новом культурологическом контексте были представлены интересные исследования о влиянии творчества поэта на современное искусство и литературу. А во второй секции Александр Сергеевич Пушкин и русский язык были подняты важные вопросы о языковых особенностях поэтического стиля Пушкина и его вкладе в развитие русского языка. Не могу сказать, что нынешняя молодежь не интересуется литературой, в том числе и Пушкином. Все сверстники, все мои сверстники, которых я знаю, наоборот, углубляются в культуру, особенно в Пушкина, потому что его творчество заложило основу всему остальному. То есть он сделал вот этот вот самый первый сложный шаг, он вывел в массу русский язык, он популяризировал его. Не могу сказать, что опять повторить слова вот эти банальные «Пушкин – наше все», но действительно «Пушкин – наше все». Организация подобных научно-практических конференций играет важную роль в академической жизни студенческого сообщества, способствует обмену знаниями и опытом, а также стимулирует студентов к научным исследованиям. Участники получили ценный опыт, а слушатели смогли погрузиться в мир творчества великого поэта и задуматься над его актуальностью в современном мире.